Слотокин. Королевский сезон начинается. Телеграм-канал, можем объяснить. Сейчас в русских колониях начали принудительно уже отправлять заключенных на фронт. Из-за нежелания воевать, те идут на крайней мере, в частности, есть случаи, когда заключенные даже готовы заразиться ВИЧ, дабы не идти воевать. А гребет Министерство обороны Российской Федерации, как сообщает нам, можем объяснить, просто всех, всех, кроме ВИЧ-инфицированных, педофилов, террористов и организаторов вооруженных формирований. А почему, мне кажется, что скоро Федеральная служба исполнения наказаний и всех вот этих будет грести? И что ж такое, почему принудительно резервы заканчиваются? Резервы заканчиваются, безусловно, это конечно. Резервы, кстати, закончились еще в прошлом году. Потому что мы помним, что в прошлом году сначала были добровольцы, потом были люди за деньги, потом были зэки, а потом никого из них не нашлось и пришлось объявлять частичную мобилизацию. Почему это происходит сейчас именно в тюрьмах? Потому что люди свободные начинают бегать от мобилизации, начинают от нее прятаться. Потому что те, кто смог, кстати, там говорят, чуть не 2 миллиона убежало, ну по крайней мере на уровне миллиона, сбежало в любую страну, куда можно было сбежать. Во-первых, во все страны, куда можно было уехать с российскими документами, не имея загранпаспорта и виз. То есть там Грузия, Казахстан, что там еще у нас, Армения, Монголия и тому подобные вещи. Турция, да, потому что в Турцию можно туристам, для туристов есть безвизовый режим, можно просто было записаться в ту поездку, а потом из нее не вернуться, остаться в Турции. И таким образом люди, которые поумнее, они уже сбежали, предприимчивее. А люди, которые не смогли сбежать, либо они не умеют этого делать, либо у них нет денег, либо есть жизненные обстоятельства, которые им не позволяют это сделать. Потому что, вот, кстати, под нашими роликами регулярно появляются такие комменты, что вот, ну, вы знаете, вот вы говорите, там, россияне, там, нехорошие, как же они не могут бороться, как же они не могут бегать. А вот у меня там мама больная, там, лежит, значит, чуть не в коме, и, значит, если кроме меня, то о ней просто некому заботиться. То есть, ну, вот такие ситуации бывают жизненные, и, кстати, это довольно распространенная вещь, потому что у многих есть престарелые родители, которые, если их детей, там, допустим, мобилизуют, или если их дети просто убегут куда-то, то просто они останутся без присмотра, без никого, без средств к существованию. Вот, и поэтому, к сожалению, это держит какую-то часть, какую-то часть населения. А в тюрьмах ситуация совсем другая. В тюрьмах зеки ведь никуда убежать не могут, и поэтому они от мобилизации скрыться не могут. И единственная отмазка, которая есть, это вот те отмазки, которые вы назвали, то есть, либо особо тяжкие статьи, либо заболевания какие-то заразные, которых еще все-таки побаивается немножко власть. Вот, но с точки зрения и того, и другого, я думаю, что, скорее всего, поблажки будут, то есть, наступит момент, когда они скажут, и с такими статьями, и с такими заболеваниями будем брать, потому что они для себя наверняка говорят, там, военные. Ну, а какая разница, ну и что, что он ВИЧ, потому что нам-то все равно его пускать на мясо, да, и то, что он больной и был ВИЧ, это, наоборот, освободит, или там, туберкулез, это, наоборот, освободит те тюрьмы, больницы от, так сказать, неизлечимых больных, и по этому поводу все будет решаться автоматически. Я совершенно не исключаю, кстати, такой циничный абсолютно подход к этому контингенту. Но самое главное, что ни те, ни другие, то есть, любые люди, которые заключены, находятся в местах заключения, они никуда скрыться не могут, потому что все, они все на виду, они все на учете, они все пересчитаны, и поэтому их просто, вот, принудиловка сажает просто в машину и вперед. Вот, другое дело, что когда они оказываются на фронте, у них еще есть маленькая надежда, что им удастся сдаться украинским вооруженным силам, и украинская сторона регулярно дает информацию о том, что, значит, есть программа «Сохрани себе жизнь», если вы хотите, так сказать, не быть убитым на этой войне, вы всегда можете связаться по каким-то телефонам с украинской стороной, и вас примут, и вы будете, получите статус военнопленного, и будете, по крайней мере, останетесь живым.